Добрый вечер всем, коллеги. Как понимаю, нас там много на той стороне камеры. Здесь нас трое. Мы все от представителей компании юридической фирмы Allroot. Здесь сегодня собрались, чтобы продолжить цикл лекций в рамках школы мастеров. Замечательная инициатива. Хотел бы еще раз поблагодарить организаторов за такую возможность. Мы всегда ценим и всегда с удовольствием поддерживаем подобные мероприятия. Здесь мы сегодня собрались вместе с вами. Наверное, мы не хотим сегодня много говорить очень теоретических вещей. До нас выступали замечательные лекторы, замечательное выступление. Мы никим образом не хотим конкурировать. Мы представители практики. Я сам партнер юридической фирмы Allroot. Я возглавляю практику M&A. Уже давно, уже более 13 лет я партнер. Соответственно, более 15 лет работаю в Allroot. Вместе со мной мои коллеги Антон Жублин, партнер компании Allroot, который занимается точно так же, как и я. Там 100% свое времени тратит на сделки M&A. И Александр Клещев, еще не партнер, хотел бы добавить, но движется к этой цели. И как раз у Александра Клещева день рождения. Просто я тоже Александр. Хорошо. В чем логика наше сегодня выступление? И почему нас трое? Не один кто-то из нас. Мы все-таки хотели бы сегодня сделать больше дискуссию с вами, а не лекцию. Хотели бы больше поделиться какими-то практическими аспектами, практическим взглядом консультанта по сделкам M&A, поделиться своими мнениями, дать какие-то советы. Я уверен, что, наверное, многие из вас по окончании ваших университетов, бакалавриата, магистратуры, вы захотите стать юристами M&A. И мы будем только рады, если наша сегодня дискуссия, наше с вами сегодня обсуждение, это поможет вам как-то определиться с вашим дальнейшим выбором. Почему нас трое? И заглавие, ну и как называется наша сегодня лекция, это взгляд, практически взгляд консультантов, ведущих из юрфирмы России, США и Англии. Логика очень простая. Мы все какой-то на перемежуток времени либо работали, либо проходили секондмент в различных юридических фирмах России, ведущих юридических фирмах России, США и Англии. Я чуть больше об этом говорю. Саша как раз буквально пару недель назад вернулся стажировкой, он был на секондменте один год в ведущей фирме Нью-Йорк, это Пол Вайс. Чуть больше Саша поделится своим взглядом этой историей. Антон у нас всю свою карьеру провел в России и будет защищать, скажем так, цвета России. Я же имею опыт работы в Англии, я был в слоттере Мэй, я проходил там тоже секондмент, шесть месяцев в слоттере Мэй. Я буду немножко, и учитывая, что тоже имеют большой опыт сопровождения сделок по английскому праву, я буду немножко касаться этого аспекта. Именно по этому настрою, чтобы как-то мы могли рассмотреть разный взгляд и дать вам видение картинки, в чем специфика МНД сделок, специфика МНД юристов в разных этих юрисдикциях. Это, наверное, очень краткое вступление, поэтому у нас полтора часа, даже чуть меньше, время идет. О чем мы хотим сегодня с вами поговорить? Я сейчас немножко коротко расскажу о блоках и потом, чтобы у вас было общее представление. Во-первых, мы хотели бы кратко сказать о профессии юридического консультанта по сделкам МНД. Что здесь важно? Почему молодые специалисты, почему мы выбрали эту профессию? Я с удовольствием скажу свое мнение. Да, оно было 20 лет назад, это произошло событие, но все же. Другой блок мы хотели бы чуть подробнее рассказать все-таки работы МНД юриста, какие требования консультанты, какие требования рынок предъявляет к ним, на что вам стоит обратить внимание. И один момент, следующий момент, это, наверное, ключевой блок нашего сегодня обсуждения с вами, это все-таки сделки МНД в различных юрисдикциях. В чем специфика сейчас в настоящем этапе? Мы видим тренды, мы занимаемся сделками ежедневно, мы выскажем свое мнение. Уверен, что это мнение, особенно мы постараемся, может быть, как-то предугадать, предсказать, как будет развиваться рынок МНД в ближайшие 2-3 года, по каким направлениям. Уверен, что это вам будет полезно, интересно, поможет вам как-то сформировать, может быть, область своих профессиональных интересов в дальнейшем. И четвертый, еще один блок, который мы хотим ответить, это все-таки то, как делаются кроссборда сделки. Потому что большинство сделок, которые делает Allroot, это трансграничные сделки, это кроссборда сделки МНД, который мы делаем в команде с различными юридическими фирмами. Здесь мы конкурируем с глобальными офисами, с офисами иностранных, глобальных юридических фирм. Я попробую высказать взгляд партнера независимой ведущей юридической фирмы, в чем мы видим преимущество той системы, в которой мы работаем по подобным сделкам. И, наверное, последний блок, коротко я хотел бы отметить все-таки тема, которая сейчас наиболее актуальна, она везде, это Legal Tech, это то, как технологии помогают юристам. Мы поговорим в области юриста МНД, реализация тех или иных сделок, какое будущее в этом, может быть, через 10 лет нашей профессии юриста МНД уже не будет. Это по ключевым блокам. Безусловно, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Как мы понимаем, и мы продолжим традицию, мы выберем три вопроса, которые нам показались наиболее интересными, наиболее актуальными, и обладатели, те, кто эти вопросы задали, они получат небольшие призы от компании Allroot. Я уверен, что и вам будет приятно, и нам будет приятно. Это краткое вступление, предлагаю двигаться по вопросам. Мы предлагаем ответить в конце, но все же, если у вас будут вопросы по блокам, и вы будете их писать в чате, чат у нас перед глазами, мы пытаемся отвечать. Еще раз хотел бы отметить, наша цель сегодня, чтобы была какая-то немножко дискуссия, а не монолог. Да, поэтому даже в этом онлайн-формате включайтесь, пишите вопросы, будем стараться отвечать. Я сказал, я сказал. Окей, хорошо, давайте тогда буквально, ну, не можем мы не буквально две минуты все-таки, не то что реклама, а это короткая информация Allroot, кто мы такие, что мы делаем на рынке. Не знаю, кто-то из вас знает, кто-то не знает. Мы одна из старейших независимых юридических фирм, одна из самых больших фирм на рынке. Наша команда — это более ста юристов. Компания была основана в 91-м году, то есть, как мы понимаем, компания старше, наверное, чем большинство из вас. И эти вот уже почти 30 лет мы занимаемся правовой поддержкой бизнеса в различных ее проявлениях, начиная от самого простого. Ну и, безусловно, сделки M&A, корпоративная практика, она всегда была в компании основная. Мы всегда, Allroot рассматривался на рынке как транзакционная фирма, которая делала сделки, различные сделки, локальные, международные, по российскому праву, по иностранному праву. Для того, чем я, я уже сказал, я в компании Allroot с 2014 года, то чем я занимаюсь уже без малого 16 лет в Allroot, а до этого еще 5 лет работал в другой компании. Наверное, что отличает на Allroot от других фирм юридических на рынке, это, наверное, то, что мы, наверное, единственное в чистом виде equity, локстеп, equity партнерство на рынке. Наверное, из вас, может быть, немногие могут понимать различия, я думаю, в последствии вы это узнаете, но мы гордимся, я горжусь, что у нас компания, у нас локстеп equity, и я, и Антон, мы выросли и стали партнерами в этой компании, придя в нее давным-давно. Философия компании предполагает, что молодой специалист, приходя к нам, в силу своих способностей, возможностей, у нее есть возможность стать партнером, стать совладельцем компании. Мы видим это большой плюс, это модель развития юридической фирмы, юридического бизнеса, если мы сейчас говорим, которая характерна для ведущих, лидирующих компаний юридических в Лондоне, в Нью-Йорке. Тот же Пол Вайс, где я был на стажировке, Саша, Слоттерн Мэй, где я был на стажировке, это локстеп партнерство. Вы видите, на этом слайде, вы видите, что у нас сейчас компания один из партнеров, они, по сути, представляют различные практики, у нас более 20 практик, специализаций и основатели компании, это Василий Рудумино, Максим Алексеев, они до сих пор с нами, активно занимаются и оказанием услуг клиентов, управлением компанией, развитием людей. Я пропущу здесь пару слайдов, они очень красивые, поверьте, чтобы мы пришли к этим слайдам, это у нас заняло, наверное, 20 лет, да, достижение тех рейтингов, признание компании Allroad на рынке. Наверное, с гордостью могу сказать, что на международном рынке, в отношениях с международными клиентами, с международными фирмами, наверное, Allroad это самая общеизвестная, наиболее рекомендованная фирма, независимая юридическая фирма в России. Корпоративная практика Allroad, если коротко о ней говорить, это около 30 сотрудников компании, это порядка 20-25 закрытых сделок ежегодно, это работа по разным самым сложным проектам, как в России локальных сделок, так и международных сделок. Мы работаем как для крупных компаний российских, для того же Сбербанка, для РФПИ, для ВТБ, Газпромбанк, спонсора замечательного этого мероприятия, тоже является одним из наших клиентов, как, наверное, для многих юридических фирм, которые ведут свой бизнес в России. Соответственно, мы классическая, скажем так, M&A команда, которая делает различные варианты сделок, и мы заинтересованы в привлечении и молодых специалистов, которые хотят развивать свою карьеру M&A специалистов. Вся эта информация публичная, все ссылки на Чемберсы, Чемберс Юроп, Лигал 500, Allroad там корпоративная практика в первом бенде, в самом верхнем. То есть это все результат 25-летней, назовем так, работы компании, коллектива, сотрудников. Наверное, главный момент, который я хотел бы закончить в вступительную часть, мы для себя давно поняли, что самый главный актив, который есть у нас в компании, и мы этим очень гордимся, это сотрудники, это мы сами. И вот этот, скажем так, культурный код, который мы пытаемся прививать любому сообществу, приходящему в компанию, командный дух, взаимопомощь, работа на результат, это то, чем мы гордимся, и мы считаем, это создает репутацию. Мы об этом чуть позже поговорим, это, наверное, коротко о вступлении. Давайте тогда перейдем к следующему блоку. Это все-таки профессия юридического консультанта по сделкам M&A. Что это такое? Почему кто-то выбирает себе такую специальность? Наверное, я могу задать вопрос у Антона. Антон, когда ты решил стать МНД-юристом? Что тебя сподвигло? Это озарение или это была такая полномерная подготовка с самого детсадовского возраста? Как ты пришел к этому в жизни? Спасибо, Саш. Этот вопрос одновременно кажется простым, наверное, но так, если посмотреть, наверное, может быть, он даже и несколько сложный. Не скрой, когда я учился в университете, в России юридическая профессия, она не сказать, что была хорошо развита. И вот я сейчас смотрю на коллег или ребят, которые приходят к нам устраиваться на работу, заканчивая университеты. Они прекрасно знают про все юридические фирмы, они знают, что можно делать. Когда я заканчивал университет, я думаю, что в твоей ситуации было нечто похожее. Таких имен, как... А закончил ты что? Я закончил в школу экономики. У нас, кстати, много студентов из школы экономики. Ну, не только. Не только, да, из других вызов тоже, да. Это никакой не план. Многие университеты любят. Вот. Тогда название, которое сейчас на слуху всех ведущих и международных, и российских юридических фирм, про них, вот честно скажу, про них знали, наверное, те, кто в них работал, или те, кто начинали работать, или те, кто их там в этот момент создавали. Ну и какое-то небольшое количество клиентов. Поэтому думать еще на школьной скамье, то, что ты станешь, или я хотел бы стать МНД-консультантом и заниматься юридическим бизнесом, ну, не скрою, этого не было. Этого не было. Наоборот, многие мои сокурсники смотрели очень внимательно в сторону налогового права, потому что было какое-то некое общее понимание, что это такая отрасль, которая будет активно развиваться. Кто-то, кто-то, кто-то фокусировался больше на гражданском праве. Я вот был из этой, из второй категории, сразу после университета. Правда, я не пошел в юридический бизнес. Я работал в инвестиционной компании, но потом, проработав там, по-моему, 4 с лишним, почти 5 лет, я посмотрел еще раз, можно сказать, новым взглядом на то, а что еще может делать юрист, и задумался о том, чтобы попасть все-таки в консалтинг. Собственно, почему? Потому что было ощущение, что юридические консультанты – это всегда большая команда, у которой ты можешь учиться, которая, возможно, у тебя может чему-то учиться. Это обычно большие проекты, которых на инхаус-позициях, ну, конечно, бывают, но мне тогда казалось то, что сложнее найти, соскать славы. Вот. И поэтому, конечно, я хотел расти сам, хотел учиться и учить коллег, хотел делать большие интересные проекты, и этим, на самом деле, был продиктован мой выбор. Спасибо, Антон. Саш. Коротко расскажу. Ты представитель другого поколения уже все-таки, наверное, так скажу. Почему ты захотел стать юристом? Может быть, ты еще передумаешь? Подели свое мнение. Нет, я не надеюсь даже передумать, на самом деле, потому что для меня это был достаточно осознанный выбор. Честно говоря, у меня были там сомнения, то есть идти в МНД или идти в какую-то другую практику, да. Я, в принципе, на этапах еще, когда я только начинал, там, да, задумываться о работе, о стажировках, я попробовал абсолютно разные практики, но в итоге понял, что все-таки МНД – это стратегически, мне кажется, наиболее такой интересный, да, и перспективный, перспективная такая зона юридического бизнеса. Объясню почему. Потому что, ну, как, мне кажется, да, мы знаем, что МНД, он совмещает в себе абсолютно многие, да, области права, то есть это не только корпоративное право, это им не ограничивается, это очень-очень много, очень-очень много сфер права, которые совмещаются, да, в рамках корпоративных, в рамках МНД сделки. И работая, да, там, над проектами МНД, вынужден так или иначе соприкасаться как с налоговым правом, с интеллектуальным правом, да, с коммерческим правом. Это очень-очень большие объемы информации, и, на мой взгляд, это самое интересное, потому что тебе еще есть реальная возможность работать и общаться, и взаимодействовать с людьми, как с продавцами, как с покупателями. Это всегда очень интересный процесс. Хорошо, а тогда, может быть, тогда перейдем к вопросу, что мы, что наши клиенты, что мы как партнеры, ведущие юридической фирмы, здесь не имеет значения в Москве, мы в Нью-Йорке, что мы ожидаем от молодого МНД юриста, молодого юриста, который для себя принимает решение начать карьеру или стать консультантом, юридическим консультантом по МНД сделкам. Антон. Мне начать, да? Ну, кто угодно. Ну, смотрите, можно говорить и перечислять достаточно много критериев и категорий, на которые может обращать внимание клиент, когда он будет выбирать консультанты, это и возможность работать одновременно с несколькими задачами. Это действительно, соглашусь с Сашей, широкий кругозор и понимание разных областей. То есть МНД это не просто написать договор, но надо еще очень хорошо знать, а что, собственно, твой клиент покупает или продает. Если это недвижимость, значит, надо хорошо недвижимость знать. Налоги тоже всегда антимонопольные законодательства. Вот, но тут я бы самый главный, наверное, самый главный приоритет выбрал бы, говоря об этом вопросе, это понимание все-таки бизнеса. Потому что когда к тебе приходит клиент, который занимается, не знаю, строительством дорог, он будет от тебя, и пусть это будет инвестиционный проект по привлечению финансирования, например, на строительство дороги, но клиент так иначе будет от тебя ожидать, что ты знаешь вопросы недвижимости, ты понимаешь, как работают механизмы концессии. И помимо того, что ты напишешь просто корпоративный договор, ты сделаешь его максимально практичным под ту задачу, которую видит для себя клиент. С этого бы я начал. Второе, наверное, на что всегда будет смотреть клиент и никогда, ну, или не только клиент, да, это фокус консультанта, фокус МНД и юриста на то, что он будет готов и будет знать, как найти возможное решение, как можно сделать то, что от него ожидает. То есть вот мы за время своей работы тоже, может быть, это чуть меньше, чем у Александра, но тем не менее не сильно меньше в целом, я понял прекрасно, что от МНД и консультанта, от юриста, никогда не ждут, что он скажет, нет, так делать нельзя. Всегда ожидается то, что, да, мы понимаем, это может быть сделать и не так легко, как кажется на первый взгляд, но мы знаем, как это сделать. И вот эта вот уверенность, которая транслируется консультантам, МНД и юристам, своим партнерам, своим коллегам, клиенту, она, конечно, очень сильно вдохновляет, думаю, то, что все стороны, и позволяет полагаться на консультации, советы юриста, как на мнение в последней инстанции, и быть уверенным, что действительно можно делать то, что планируется. Понятно, спасибо большое, Антон. Ну, наверное, я скажу, что все-таки работать МНД и юристом в юридической фирме непростой выбор, безусловно, профессия консалтинга, это непростая, это требует много сил, большие загрузки, большой объем биллинговых часов, но все-таки проектная работа по сложным проектным сделкам, это и ночные переговоры, это ночной драфтинг документов, это ночные закрытия, это то, с чем надо, то есть стрессоустойчивость, быстрота принятия решения, практический подход, развитие себя, различных навыков, то, что очень важно, и то, что мы, ваши будущие работодатели, ожидаем от вас. Саша, что ты считаешь, например, что важно, не важно, какие ты видишь тренды вообще в профессии МНД и юриста? Мне кажется, тренд такой на усиление роли юриста, наверное, в бизнес-процессах, то есть я не знаю, поправьте, если я не прав, но я вижу, что клиент хочет больше, чем просто юридический совет, он хочет также коммерческую консультацию, он хочет также бизнес-ориентированное решение. Клиент, как мы уже сказали, он ждет специализации в разных областях права, что ему не придется искать других консультантов для юридической консультации по вопросам, например, инфраструктуры или недвижимости. Клиент, я думаю, ожидает, и сейчас, в принципе, очень такой большой тренд на скоростные принятия решений, на реакцию, на запросы клиента, которые могут быть совершенно различными. Клиент ожидает, что если он обратился в full-service firm, чем является AllRoot, то он получит ответ очень быстро, то он получит ответ высочайшего качества, и это будет бизнес-ориентированное решение. Я думаю, вот такой ответ на этот вопрос. Я, на самом деле, тоже хотел задать вопрос Александру, Антону. Я уверен, что многие также здесь из ребят, из потенциальных, в том числе кандидатов в консалтинг, и в МНД, и юристы. То есть как на практике соотносится теоретическое знание и какой-то практический подход, о котором мы сейчас говорим? Ну, смотрите, наверное, тот вопрос, который самый важный, и я хотел бы, наверное, прокомментировать как партнер практики, который мы проводим много, у нас, допустим, в компании, у нас есть огромные, то есть, скажем, летние, различные стажировки, которые мы делаем для студентов. Стажировки с целью, безусловно, трудоустройства. Мы смотрим различных ребят, которые приходят к нам на собеседование с желанием попасть в нашу компанию, и я всегда пытаюсь понять, когда я веду, провожу эти собеседования, мои коллеги, когда проводят собеседования, мы всегда хотим сказать главный момент, да? Все те теоретические знания, которые вы получали в своих вузах, они замечательные. Без этого ваша карьера не сложится, да, это однозначно. Но куда важнее мы видим для развития карьеры, это те soft skills, которые вы либо уже приобрели, либо вы будете приобретать, будучи частью команды юридической фирмы. А вот и развитие soft skills, это, наверное, то, над чем я бы советовал каждому из вас, которые, находясь на вашем этапе развития карьеры, задуматься и понять, что вы можете сделать сейчас дополнительно, чтобы подготовить себя той профессии, которую вы выберете. Будь то консультантом НД, либо вы скажете, нет, я не хочу, я стану судебным юристом, либо я буду заниматься нотариатом. В любом случае разные soft skills. Поэтому эти все soft skills, на презентации они перечислены, некоторые из них, они крайне важны. Для себя, допустим, я ответил, что, к сожалению, навыки ведения переговоров, управление командой, управление людьми, быстрота принятия решений, гибкость, нестандартность мышления, это крайне важные навыки, которые развиваются на практике, и нужен опыт. Нужен опыт, это то, наверное, самое главное, что нужно каждому из вас и нам. Я тогда, наверное, предлагаю, мы, наверное, коротко уже те или иные тезисы, которые есть на презентации, отразили. Что, наверное, я хотел бы перейти, это все-таки более чуть конкретики, работа МНД юриста. Что это такое? Что он из себя представляет? Наверное, давайте. Антон. Да, но мы начинали уже с того, что МНД юрист — это сотрудник, это коллега, это юрист с очень широким кругозором. Это не просто человек, который знает, как писать договор купли-продажи акций или отдельные другие договоры. Поэтому, конечно, уже это обусловливает определенную ценность такого рода сотрудников и для юридических фирм, и для клиентов в том числе. Понятно, что молодые коллеги, которые приходят к нам и присоединяются к нашей команде, мы все начинаем с ними учиться писать базовые, основные документы, основные договоры, купли-продажи акций, корпоративный договор и так далее. Но за время работы они обрастают дополнительными знаниями. Грубо говоря, сопроводив одну сделку, они узнают дополнительно какую-то сферу права, как говорили, ту же самую недвижимость и так далее. И за время работы кругозор у таких юристов, конечно, очень сильно расширяется и, по сути, они становятся к какому-то моменту, как модно стало говорить, дженералистами, они проконсультируют абсолютно по любому вопросу, не только связанному в чистом виде со сделкой Мондей. Какими проектами мы обычно занимаемся? Тут есть слайд с описанием проектов, я думаю, мы не будем на нем подробно останавливаться, это и слияние поглощения, и joint venture, это публичные сделки, это shareholders, активизм, защита прав акционеров и так далее. Да, по специфике мы чуть больше поговорим подробнее, когда будем говорить о опыте МНД-сделок России, США, Англии, тогда мы немножко поговорим о трендах. Да, коллеги, а теперь, может быть, давайте сделаем каждый из вас, назовите по одному-двум преимуществам быть МНД-юристом, как вы видите. В чате можно написать сейчас, почему вы хотите быть юристом, или можно написать в чате, почему вы не хотите быть юристом, если МНД-юристом. Тоже полезно видеть такие ответы. Я часто задаю тот же вопрос, потому что от обратного иногда ты можешь понять, какие интересы, что подвигает вас выбирать ту или иную специализацию. Александр, в чем ты видишь преимущество быть МНД-юристом? Для меня, наверное, главным преимуществом было моментальное вовлечение в работу. То есть я помню, что я только пришел в Алрут, я пришел на позицию помощника юриста, и буквально с первых же дней я начал работать над крупнейшими, как мне тогда казалось, МНД-сделками. Это были и юридические проверки, это были подготовки различных документов, корпоративных, договоров в продаже. И я не имея, скажем так, за спиной какого-то опыта, я уверен, потому что многие ребята тоже думают об этом, как после университета прийти и начинать покупать, продавать компании. Но в целом, на мой взгляд, этот навык, его можно получить на практике. То есть здесь нет какой-то книжки, несмотря на то, что очень много книжек написано по МНД и корпоративному праву, но невозможно просто прочитав ее, получить это умение. Это исключительно практика, и вы ее получите, работая в хорошей юридической фирме. Я думаю, одним из плюсов, в принципе, и преимуществ также, которые я для себя видел в Валрут, это возможность наставничества, потому что Валрут очень развит систему наставничества. С первого же момента, когда вы приходите, только вот еще после университета, за вами закрепляется ваш наставник, и он начинает вести вас, начинает корректировать там ваше развитие. И я думаю, что это МНД сделки, особенно с фокусом на международные сделки, в принципе, опять же, чем занимаемся мы. Это также непосредственное вовлечение в мультикультурную среду, работа с иностранными партнерами, с иностранными командами, с иностранными юристами, что непременно также добавляет какого-то опыта, добавляет, опять же, банальной практики английского языка, навык подготовки документов, не только там на русском языке, да, и, в принципе, мне кажется, улучшает вашу коммуникабельность в каждом из этих проектов. Ну, ты провел год, работая в Полу Вайс, да, почему там люди, почему твои коллеги из РАД, ты, как я понимаю, был на стажировке, где были ребята, ну, то есть, такие же, как ты, МНД-специалисты из разных стран, в том, работая вместе с американскими American Qualified юристами, объясни, у них, как они думают, почему они становятся МНД-юристами, что ими движет, есть какое-то отличие от твоего взгляда, от их взгляда, потому что один год – это большой опыт понять, жить на Манхэттене, в Нью-Йорке, работая в Полу Вайс, да, это одна из топовых, самый большой офис, наверное, в Нью-Йорке среди всех юрфирм – Полу Вайс. Да, да, это так, и, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что ребята идут туда сознательно, и, ну, опять же, если мы говорим о Полу Вайсе, они, там, и о работе именно в иностранной фирме, да, то обычно есть в том числе возможность, и, насколько я знаю, РУД предоставляет возможность именно ротации внутри практик, да, что, там, ты можешь понять, там, да, прийти, и, там, сначала, там, ты можешь попасть, там, в судебную практику, потом ты можешь, там, задуматься о том, они МНД, юристы, я, то есть у тебя всегда есть выборы туда и в обратную сторону, а мне кажется, в Америке люди делают выбор сознательно, и те же, там, иностранные, да, юристы, которые приезжали вместе с вами на стажировку, я думаю, с кем, со всеми, да, у кого я спрашивал, это был их осознанный выбор, и они шли за получением нового опыта и, мне кажется, более конкурентного положения на рынке юристов, который, мне кажется, в России сейчас, ну, конкуренция все-таки увеличивается, да, и с точки зрения юрфием, и, в принципе, с точки зрения специалистов. Хорошо, спасибо большое, Саш. Ну, мне кажется, достаточно про этот блок, почему, что мы, что вообще, в принципе, ожидается от МНД юриста, в чем специфика, в чем преимущество. Про недостатки мы ничего не говорили, про обратную сторону медали, она всегда есть, о ней тоже не стоит забывать. Это, безусловно, ну, приходится много трудиться, много работать, чтобы достичь успеха, ну, наверное, как в любой профессии об этом можно сказать, но все-таки, особенно про юридический консалтинг, но это обратная сторона медали, с которой нужно отдавать себе отчет. Давайте тогда дальше продолжим. Сделки МНД. Как я понимаю, кто-то из вас уже, может быть, далеко продвинулся и осознанно понимает, уже проходил какие-то курсы, тренинги, спецкурсы в ваших вузах, кто-то, может быть, в самом начале вашего пути осознания. Кстати, мы не претендуем здесь на какой-то общий анализ сделок МНД, специфики. Что мы хотели единственное, наверное, здесь коротко сказать, и это просто важно, попробовать поговорить о тех видах сделок МНД в контексте трендов, которые мы видим сейчас на рынке, и попытаться спрорицировать эти тренды по видам сделок, по специфике сделок на будущее. Потому что если вы сейчас на третьем курсе бакалавриата, значит, вы придете в юридическую фирму в этом году, в следующем году или в магистратуре. То есть через пару лет вы начнете заниматься сделками МНД. Здесь перечислены стандартные перечень сделок. Я не буду здесь комментировать, сделки бывают разные. Share deal, Asset deal, Cash in, Cash out, Joint Venture, различные варианты. Что мы видим для себя, немножко хотели, наверное, все-таки сказать, наверное, задам вопрос Антону и коллегам. Антон, последнюю сделку, которую ты делал, что это представляло себе за вид сделки? В чем ее была суть? Куда ее можно отнести к квалификации? В той степени, насколько ты можешь поделиться информацией с учетом конфиденциальности? И какие ты видишь для себя в ближайшее время тренды в этой части? Окей. Сложно выбрать, наверное, конкретную сделку из того количества сделок, которыми мы сейчас занимаемся, но я все же рискну и остановлюсь, как мне кажется, на очень интересной сделке, где мы консультировали нашего клиента. Это одна из топ российских банковских групп по приобретению зернового терминала. И это вот как раз как то, за что я люблю такого плана сделки. Пусть это была сделка с акциями, но в ее периметре возникало огромное количество вопросов, связанных с недвижимостью, с арендой объектов инфраструктуры портовой и так далее и тому подобное. И как бы сделав ее, я честно скажу, это далеко не первая моя сделка была, даже в этом сегменте, у меня было ощущение, что я научился каким-то новым вещам, и Саша со мной как раз вместе по ней работал. Он, я думаю, не даст соврать, скажет то, что это был очень отличный опыт, и каждый, каждый, и наш клиент, которого мы представляли в этой сделке, и вторая сторона, которая выступала продавцом, мне кажется, мы все друг от друга чему-то научились. С точки зрения трендов, я честно сказать, я думаю, что с учетом специфики России, да, действительно, крупные государственные банки, корпорации, они являются активными достаточно игроками рынка M&A, и я думаю, что такого плана сделки будут совершаться в будущем, точно совершенно инфраструктура, это один из трендов. Я думаю, что будет некий уклон в сторону консолидации, наверное, больших отраслей, где крупные игроки будут собирать вокруг себя игроков поменьше, да, тем самым выращивая свой бизнес. Я думаю, отдельный тренд точно совершенно, ну, мы все дождемся, когда рынок private equity российский, он все-таки станет активным, хотя бы наполовину активным, как он активен сейчас в Соединенных Штатах и Великобритании, Восточной Европе и Азии. Технологии точно совершенно будут еще одним новым трендом, но об этом, наверное, расскажем тоже чуть позже. Александр, Саша, будет что добавить? Мне кажется, я бы просто добавил исключительно то, что я вижу на слайде, вот правый верхний угол, это аукцион, это Distress Deals, и мне кажется, вот, я не знаю, правьте, Антон Александр, если я не прав, но мне кажется, самая идеальная школа была бы для начинающего юриста, это вот с самого начала попасть на такой, на Distress Deal, где ты представляешь продавца, поверьте мне, это незабываемое ощущение, вот, потому что, ну, это действительно нужно, нужно им сразу же вовлечься в работу, нужно, потому что, ну, фактически, да, если в рамках Distress Deal, у вас, ну, это принудительная продажа, фактически, да, потому что компания в очень плохом финансовом состоянии, и если вы представляете продавца, ну, это просто, скажем так, кладезь, да, вот, юридического опыта, ну, и реального опыта работы в Миндеке, который вы можете получить, поэтому, если вы, там, придя в юридическую фирму, будете иметь выбор при выборе сделки, я бы обязательно ориентировался на, на вот это самое, самое интересное, на мой взгляд, там, с точки зрения получаемого опыта, но и самый трудный, фактически, наверное, сегмент. Да, ну, может быть, я тогда как-то немножко суммирую этот комментарий, и дам, там, резюмируя это мнение, то, что мы ожидаем, безусловно, в ближайшее время, как, будучи вовлечёнными, являясь игроками на рынке сделок МНД, в юридическом части, то, безусловно, дистрейс сделок будет всё больше и больше, это касается не только России, это касается всего Европы, Америки, Англии, и уже сейчас мы видим много мандатов, приходящих по различным реструктуризациям, и вынужденным продажам. Второе, безусловно, private equity в глобальном масштабе, это ключевой вариант игрок, это 30-40% международных глобальных, трансграничных сделок, это делается private equity, огромное private equity houses, это как ККР, Apollo, Bains, это огромные мега-компании, которые делают миллиардные сделки, мы это сделки, по которым мы работаем активно, сейчас мы точно так же работали на одном проекте, где покупали большую фармацевтическую компанию, с большим презентом в России, где покупатель это private equity фонд, то, что будет развиваться в России, private equity только, есть своя специфика, свои сложности, все дела, которые были, вы наверняка читаете прессу, проблемы, уголовные преследования партнеров Баринпостока, сложности вообще, кантри-риски, политические риски России, все это своя специфика. Второй, наверное, еще один важный тренд, мы видим все больше и больше сделок в области asset deal, либо какие-то carvout, выделения активов, и это специфические сделки, они требуют определенных новых знаний, нового опыта, которые нужно нарабатывать по проектам. Технологии мы упомянули, технологии, IT, это та индустрия, которая наиболее активно развивается, и я рекомендовал бы тем юристам, тем из вас, кто хочет продолжать свою карьеру МНД юриста, если бы у меня была бы сейчас возможность вернуться обратно в университет и сказать, какой бы ты курс, спецкурсы выбрал бы дополнительно, заново, о чем ты сейчас сожалеешь, я бы сказал бы, я сожалею, что я не уделял слишком много внимания индивидуальной собственности, да, и этим всем вопросам защиты индивидуальной собственности, особенно передачи данных, data protection, передачи данных в рамках сделок. Это то направление, которое очень быстро развивается, и то, что мне даже, я там, может быть, оно меняется, регулирование, то, что нам приходится изучать постоянно в наших новых проектах. Это очень коротко буквально, то, что мы видим, еще добавлю вопрос, в России не так много сделок public takeover, имеется в виду приобретение публичных компаний, это связано со спецификой, безусловно, рынка капиталов, большинство компаний в России имеют контролирующего акционера, там небольшой free float, нет распределенной структуры владения, это тоже накладывает отпечаток на структуру, если взять американский рынок, то вот hostile acquisitions, там или friendly acquisitions, это в отношении публичных компаний, это называют сливки M&A сделок для топовых нью-йоркских фирм M&A. Это огромные суммы, огромные физы, это сложные сделки, и в конечном итоге консультирование сторон этих сделок, это консультирование и продавцов, это покупатели, консультирование директоров компаний, это потом судебные споры всегда возникают из этих hostile takeover, это то, что составляет огромный объем работы за рубежом, особенно в Америке, то, что у нас это сейчас абсолютно не развито, я очень надеюсь, что в горизонте 5-7 лет мы все-таки придем к более активному, скажем так, доле публичных сделок в сделках M&A в России, а не только это будут частные сделки, править сделки. Про этапы сделки я пропущу, давайте, наверное, мы сейчас, наверное, минут 15 хотели бы поговорить все-таки о каких-то особенностях, которых мы видим в сделках M&A в России, в Европе, включая Англию и в Америке. Наверное, давайте мы начнем безусловно с России, что-то мы, может быть, будем говорить очень специфическое, что-то вам может быть непонятно, что-то мы можем говорить широко, в общем, давайте мы попробуем свое мнение сказать, но это мнение, по крайней мере, если сложить наш опыт, мои 20 лет сделок МНД Антона лет 15, ну и Саше же сколько? 7-6 лет? 7 лет, да, это все-таки большой опыт, мы много видели, много знаем, но самое главное, мы понимаем, куда это все идет. Антон, если мы говорим о особенности сделок МНД в России, что меняется? Была реформа гражданского кодекса, введены новые институты, дешевизация, которая сильно повлияла на структурирование сделок, новые игроки, новые индустрии, что ты видишь основные специфики все-таки сделок МНД в России, с чем тебе приходится больше всего сталкиваться, над чем работать, чем, объясняя клиентам, контрагентам? Ну, смотри, хороший вопрос, да, потому что я помню, 10 лет назад, если мы делали МНД сделки, то, ну, не буду говорить, что все, но очень большая часть из них, они все делались по английскому праву. Это было очень такое стрейтфорвард упражнение, есть прецеденты, понятно, что писать, вот, но не настолько стрейтфорвард, как вам может показаться, но тем не менее, что произошло, когда начала продвигаться российская реформа гражданского права, да, и помимо нее, на самом деле, я думаю, что не менее важным моментом была еще тенденция по девшеризации и по переводу бизнеса все-таки в российские структуры, которые очень много компаний, очень много бизнесменов этому последовали, да, вот 10 лет назад я никогда бы не сказал, что так много сделок будет делаться по праву, по российскому праву и будут делаться локально у нас. Это и МНД сделки, это и джоинт-венчи, да, которые с очень большой осторожностью, я помню, одни из первых проектов, где мы делали действительно для больших игроков джоинт-венчи сделку и делали ее по российскому праву, я на самом деле думаю, что мы там были одной из первых российских фирм, кто сделал настолько крупные сделки по российскому праву, честно скажу, у клиента с его стороны периодически звучал вопрос, а насколько мы уверены в этой концепции. И проводя параллель, мы собственно, с чего сегодня начинали, что мы хотим говорить о практическом аспекте, но здесь точно совершенно не обошлось без уверенности в своих теоретических знаниях, потому что мало того, что надо было быть уверенными самим, надо было убедить клиента, клиент очень, скажем так, sophisticated по этой сделке был и задавал очень много вопросов, а как суд посмотрит на это, а что можно будет делать с такими положениями, что можно будет сделать с такими положениями. И по сути, это был момент, когда мы начали, можно сказать, первыми создавать такую практику в России. Проблемы, наверное, Саш, о них тоже нельзя поговорить. Я бы выделил в первую очередь арбитраж, определенный третейский арбитраж, определенный скепсис со стороны участников рынка, насколько можно им доверить разрешение крупных споров, корпоративных споров, определенные вопросы, опять же, не мы говорим это посыл от всего рынка, а насколько можно верить в то, что государственный суд на 100% компетентно рассмотрит твой спор. Здесь могут быть разные точки зрения, я не хочу удаляться в плохую или хорошую сторону, но это те вопросы, с которыми ты каждый раз встречаешься, когда ты делаешь сделку по российскому праву. И, конечно, тебе надо ответить на эти вопросы для себя и после уже убеждать клиента, что то решение, которое ты предлагаешь, оно действительно верно и поможет ему. Со своей стороны я хочу добавить, я считаю, что мы все сейчас, нам повезло, что мы живем в эпоху, когда были существенно изменены и добавлены новые институты в наш Гражданский кодекс. Это, по сути, позволяет нам, каждому из нас, в нашей практике, не то, что придумывать, но развивать те или иные подходы к урегулированию стандартных для сделок МНД проблем. Да, это те же заверения, возмещение потерь, все взыскание убытков. Это то, чем мы с вами работаем. Я вижу, как развиваются подходы и драфтинг тех же документов от моих коллег, мы согласуем эти документации. И я уверен, что на ваш век еще этой работы хватит. вы будете точно так же, как и мы сейчас, как наши молодые юристы, мы будем развивать и формировать практику сделок МНД по российскому праву, которая, я считаю, крайне важна для создания той уверенности для российских, для иностранных клиентов, что российское право здесь абсолютно адекватно дает защиту по сравнению с английским, американским или правом США или правом Германии. Оставлю эту дискуссию, какое право лучше, как однажды сказал партнер Слоттер и Мэй, с кем мы делали один проект, который сказал, мне без разницы, какое право я применяю, в конечном итоге это инструмент, мне важно, как я этот инструмент использую. Да, по сути мы, юристы МНД, это мы есть, то, как используют право, то есть от наших навыков, от наших знаний, от нашего умения отразить тот или иной момент, зависит в конечном итоге и применении этих тех или иных концепций. Поэтому это, Александр. Может быть, добавлю еще небольшой тоже комментарий, я, наверное, добавлю больше с позиции, может быть, ребят, которые сейчас находятся перед, возможно, в будущем будут находиться в том числе перед сложным выбором, потому что я помню, когда я заканчивал университет, да, и был такой, скажем так, если ты идешь в консалтинг, есть два пути, там есть путь рульфов, есть путь ильфов, и там как бы здесь были тренды, то есть это было еще в эпоху, когда российское право не было таким образом модифицировано существенно, да, и когда не были введены новые, ну, фактически, да, во многом аналогичные институты, да, в российское право, и мы получили возможность это делать, и вот как раз, да, вот все думали, что вот мы пойдем либо в ильф, либо в рульф, да, но в ильф, да, на тот момент это было там очень-очень такой большой тренд на английское право, и как раз где-то, мне кажется, спустя год или полтора года после этого, и до сих пор этот процесс продолжается, мы видим как раз, ну, большой-большой запрос на и большинство, наверное, сделок, да, с учетом, тем более, там, госкомпании, которые на данный момент являются там крупнейшими игроками на российском МНД рынке, они, они действительно используют российское право и, ну, не склонны использовать какое-то другое, да, то есть, и раньше была среди студентов, да, такая, я не знаю, модная или не модная, да, то есть, но в итоге в жизни все может случиться иначе, поэтому я думаю, что просто нужно принять какое-то решение осознанное, там, каким, каким правом вы хотите заниматься, где вы хотите жить, где вы хотите работать. Ну, давай так скажу, коллеги из, наши друзья, коллеги из, из Ильфов, точно так же большинство им сейчас занимается российским правом, потому что те же сделки, они работают на тех же сделках, что и мы и по российскому праву. Ты провел год в стажировке Полу Вайс, ты занимался огромными сделками, в основном, как понимаешь, Private M&A, да, сделками в Америке, все они были трансграничные в базе сделки. В чем ты видишь, ты до этого занимался 6 лет сделками М&A в России, в чем ты видишь специфику, отличие, можешь как-то буквально пару минут сравнить, сказать свое мнение? Знаете, я, наверное, расскажу о том, что меня больше всего поразило, да, потому что в большинстве своем до этого, да, я занимался российскими МНД сделками и мне кажется, вы лучше меня знаете о том, что в российских сделках вопросы ответственности это, наверное, самая, ну, самая ожесточенная дискуссия, это вопросы ответственности продавца перед покупателем, да, там, по заверениям, по гарантиям, по возмещениям потерь, по убыткам, да, это всегда, это такой комплекс вопросов, которому все стороны подходят очень не хотя, потому что они понимают, что когда они дойдут туда, вот тогда начнется настоящая битва, и так действительно происходит, ну, в большинстве случаев мы это видим, это, ну, один из сложнейших элементов переговоров, да, который согласовывается очень тяжело, но, когда я приехал в США и увидел, что никто вообще почти не негуширует и не обсуждает подходы к ответственности там, в частных сделках, я был очень удивлен, искренне, но это, опять же, связано с разностью рынков, да, с радостью, наверное, в развитии юридического рынка и, в принципе, других рынков, то есть рынок МНД страховки, да, например, в США уже, ну, давно применяется, и в данный момент уже есть, да, с подвижки, с применением даже МНД страховок к публичным сделкам, я, наверное, объясню просто чуть в двух словах, что это такое, то есть, ну, фактически на подписании, на закрытии, да, вы там даете страховщику, который выдает, да, полис об ответственности по заверениям, по гарантиям, в основном он просто выдает свой полис, вы им подтверждаете, что там продавцу или покупателю неизвестно о том, что какие-либо гарантии нарушены и, соответственно, в случае возникновения каких-либо нарушений, да, там, мы сейчас не берем, наверное, какие-то умышленные, да, вещи, здесь просто покупатель вместо того, чтобы искать продавца, искать там, где активы продавца, он идет к страховщику, который, ну, платит, вот, вот и все, и мне кажется, в этом основной секрет и количество сделок, и основной секрет, наверное, того, как, почему мы постоянно слышим, да, о развитии американского МНД, в том числе, потому что все, вся экосистема, все, все инструменты для МНД сделок, они построены таким образом, что они позволяют делать это вот прям на, не знаю, на круглосуточной основе, наверное. Ну да, мультипликаторы сделок МНД, конечно, в разы превосходят мультипликаторы оценки компаний в России, и это единственное, что мне радует в этой связи, что значит потенциал рынка МНД в России есть, дождемся этих времен, значит будет больше сделок на большая сумма. Я хочу буквально добавить, что вопрос страхования варантии, иншуринсы, страхования ответственности по сделкам МНД, это то, что сейчас обсуждается на каждой международной конференции, на международной тусовке среди юристов МНД, на каждой, кроме России и СНГ, потому что мы не пытались здесь иногда найти хоть какую-то, хоть одну страховую компанию, которая могла, застраховала бы риск ответственности сугубо применительно только к российской сделке, у нас не получилось. Да, есть страховки по глобальным сделкам, которые покрывают Россию, допустим, мы, Алрут, мы даем такие и релайенс, и нон-релайенс, леттер, на основании которых страховщики дают свои, выписывают страховые полисы, застраховывают ответственность, но еще раз подвержу, в чистом виде, применительно, где Россия единственный актив или там ключевой актив, таких историй мы видим очень мало, я тоже вижу потенциал в этом большой, очень надеюсь, что и будет законодательное регулирование изменения данного вида страхования, и, скажем так, и этот продукт, он будет развиваться. Тогда я предлагаю, что касается, наверное, Англии, со своей стороны скажу, потому что английский рынок, все-таки давайте не будем, английское право очень активно используется в сделках Мондей, особенно если мы говорим про трансграничные сделки, в том числе и на российском рынке, и этот инструмент, ну то есть это тоже часть, наверное, половина проектов, ну не половина, сейчас, наверное, может треть проектов, которые мы делаем, они все равно по иностранному праву какому-то делаются, это реальность, но, безусловно, есть свои плюсы и минусы, скажем так, доминирование английского права в глобальном экономике, в регулировании бизнес-отношений, это распространенная черта, скажем, это тот продукт, который используется английскими юридическими фирмами, безусловно, безусловно, многому мы учились, исходя на основе прецедентов проектов по английскому праву, мы имеем в виду не только колрут, мы все МНД юристы в России, потому что это то, что там развивалось давно, но в конечном итоге все равно мы видим, что тренды меняются, и если мы сравним, допустим, сделки МНД в Англии и в Америке, то здесь уже не есть большой, не так много мы видим различий, наверное, все это уже больше в деталях, там есть, безусловно, свои подходы к стандартам ответственности, к размерам ответственности, кстати, кто заинтересован, вы можете потом обратиться, я могу прислать, есть очень замечательное исследование, такое comparative сравнение различных юрисдикций, специфики сделок в различных юрисдикциях в отношении ответственности по сделкам МНД, которые было сделано American Bar Association, такой огромный труд, туда консультанты с различных юрисдикций там давали свой фидбэк, в том числе Allroot мы участвовали, это такое отличное comparative сравнение этих вопросов. Я предлагаю двигаться дальше, учитывая, что время идет, наверное, сейчас просто слайд, просто пример сделок, некоторых клиентов, в котором мы работали, да, вот я здесь вижу компанию TJX, это проект, который мы делали год назад, представляя американская компания, стратег, стратег, которая приобретала долю в ритейлере фамилии, где продавцом выступали основатели вместе с фондами, ну, публичная сделка, фондами Barring Vostok, вот просто пример, да, вот может быть как раз как подводка к следующему блоку вопросов, к следующему блоку нашей презентации, это сделка, которую делали, мы, Allroot, делали ее вместе с американскими консультантами, да, которые представляли клиента, и Люксембургской юридической фирмой топовой, а на другой стороне работала иностранная юридическая фирма с офисом в Москве, наши коллеги, которых мы очень уважаем и считаем, да, они одни из, ну, наверное, из лидеров тоже на рынке, как и мы, M&A, то есть вот по сути этот проект делали три независимые юридические фирмы вместе на одной стороне и глобальная юридическая фирма на другой стороне. Из сделок я вижу проект Bayer, мы работали на объединении Bayer-Monsanto, сейчас мы работали на сделке приобретения наоборот уже активов Bayer, который вел как раз компания, это тоже публичная история, мы можем ее раскрывать, Пол Вайс представлял покупателя, стратегического покупателя приобретения активов, части активов Bayer по всему миру, как мы понимаем, ну, мы были, работали в команде с Пол Вайсом, как я понимаю, там работало порядка сорока консультантов из различных юрисдикций, да, этот проект предполагает огромные сложности в плане менеджмента этих команд, юристов, постановки задач, взаимодействия с клиентом, с контрагентом, всем остальным. Ну, не буду тратить время, сделки, многие из них публичные, указаны на нашем сайте, тоже вот Uber, Яндекс, мы работаем на Uber в этой истории и другое. И, соответственно, сейчас я хотел бы перейти к вопросу, который вот уже, я вижу, в чате задавали, и он непосредственно связан с тем, какие, как независимая юридическая фирма, потому что мы здесь все-таки представляем независимую юридическую фирму, то есть, наш модель фирмы, которую мы выбрали и считаем, что она правильная, это быть лидером на локальном рынке, тем самым работая по локальным, по трансграничным сделкам. Как мы делаем трансграничные сделки в сравнении с международными юридическими фирмами, в чем здесь есть плюсы, минусы, в чем есть, скажем так, возможности, сейчас я смотрю с позиции молодых юристов, для вас в дальнейшем развивать, продолжать свою карьеру, карьеру МНД юрист. Ну, что такое Рульф, это неправильная аббревиатура, я сейчас, наверное, буду здесь говорить не за Рульф, а за независимую, за концепцию независимой юридической фирмы, потому что, если мы возьмем не только Россию, в России есть, скажем, мы считаем, есть несколько ведущих независимых юридических фирм, Алрут, один из них, которые вместе с рядом глобальных юридических фирм являются лидером рынка. Если вы возьмете Англию, там есть Magic Circle, одним из этого Magic Circle, наряду с Фрешфилдом, Хербертом, Линклейтерсом, является Слоутерен Мэй, которая считается топ-корпорет фирма в Лондоне. Возьмем Нью-Йорк, Манхэттен, как, условно, мекко МНД сделок, наряду с Пол Вайс, Кроват, ну и, безусловно, с, наверное, одной из ведущих. Пол Вайс, Кроват, есть глобальные фирмы Лейтон, Уоткинс, есть Каден Армс, да, которые точно так же вместе живут, конкурируют друг с другом. Германию возьмите, да, есть ведущие фирмы Хенглер-Мюллер, Гляйс-Люц, да, это топовые фирмы, они вместе конкурируют и ведут свой бизнес с теми же Фрешфилдс, Клиффер-Чанц и другими глобальными офисами в Германии. Соответственно, концепция независимых фирм, которую мы считаем, да, что она работает, имеет место и перспективна, прежде всего, для молодых сотрудников, для молодых юристов, это быть лучшим на своем рынке, развивать экспертизу, развивать связи с международными контакт-клиентами, с лучшими независимыми юридическими фирмами, тем самым, имея возможность для трансграничных сделок, для кроссбода проектов, создавать команды, лучшие случаи, в различных странах. Это вот концепция независимой юридической фирмы, которая, ну, была придумана не нами, да, но идет как противовес к подходу к международной юридической фирме, да, международные юридические сети, да, мы все их знаем, компании, это, даже не буду перечислять название, то есть это, скажем так, другой модель ведения и развития юридического бизнеса, другой модель продажи своих услуг. В чем мы видим, скажем так, плюсы, минусы, сравнения, если их сравнить? Я, наверное, ну, то есть, однозначный ответ я вам не дам. Поверьте, клиенты выбирают разные компании. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Мы считаем, что, имея возможность использовать так называемый best friend approach, да, это такое уже устоявшееся выражение, применительно, скажем так, противовес к модели международной юридической фирмы, то есть, когда лучшая независимая юридическая фирма объединяется с другой независимой юридической фирмой в юрисдикции, вместе делая проекты. Что, например, да, Allroot. Как мы сказали, мы всегда делали и делаем много проектов по английскому праву, но мы их делаем вместе со Слоттером Мэй, либо с McFarland, да, это топовые фирмы из Лондона, которые, их соушисты, их партнеры, работая в единой команде, если это наш клиент, если он клиент Allruda, это значит, я как партнер Allruda управляю этой командой. То есть, я ставлю задачи, я привлекаю их людей, я выставляю единый счет клиенту. То есть, это единая команда, единое взаимодействие, практически точно так же, как взаимодействие в рамках офисов международных юридических фирм. То есть, мы вместе работаем. Точно так же, если нам нужна помощь по праву США, там, не знаю, мы, безусловно, идем в Пол Вайс или идем в другие юридические фирмы, притом, здесь нет самое главное преимущество, здесь нет никакой эксклюзива. То есть, мы не связаны этими обязательствами. Это все основано на принципе, если ты хорош, если ты умеешь делать проекты, если у тебя хорошая экспертиза, тебя выбирают. Если ты плох, если ты допускаешь ошибки, если твоей команде партнерам не доверяют, тебя не будут выбирать. Все очень просто, нет никаких обязательств друг к другу. Другой важный момент, то, что мы пытаемся всегда, то, что мы видим плюсы, мы пытаемся это объяснить и реально использовать, мы пытаемся устанавливать тесное взаимодействие, контакты на уровне не только партнеров, между партнерами, допустим, Allroot, партнер Слоттерен Мэй, Пол Вайс, Дебрау, ведущая голландская фирма, или там Урия Менендес, или там Банелли из Италии. Мы еще, у нас всегда есть общие стажировки. Вот просто история стажировок, я хотел бы переклить стажировки, которые, допустим, проходят сотрудники Алруна. Я сам был первый, кто поехал в 2007 году в Слоттерен Мэй 6 месяцев, замечательное время, это было как раз за год до того, как я стал партнером. Опыт, который я там приобрел, был бесценен. Те отношения, связи, которые я установил с партнерами и Слоттерен Мэй были тоже замечательные. Как я уже сказал, Саша Клещев у нас был Пол Вайся год. У нас было несколько человек потом в Слоттерен Мэй. Это Сережа Петрачков, который стал партнером, он был в Dispute Resolution. Тимур Ахундов, наши сотрудники, он был на стажировке в Гляйс Людс, Германия. Дина была на стажировке в японской юридической фирме Нагаши Маона Цунамси, это ведущая японская фирма. Сережа Ханаев, старший консультант практики, который сейчас активно работает над проектом создания 5G интернета в нашей стране вместе со мной, он провел 6 месяцев в Слоттерен Мэй. Ну и другие ребята. Идея обмена стажировками для независимых юридических фирм, для развития отношений крайне важна. Это то, что мы приветствуем. Я уверен, что есть такие же стажировки и в рамках международных юридических фирм, внутри обмена между офисами, все то же самое. К нам тоже приезжают на стажировки ребята из других фирм. В этом году к нам был на Секундмоте и Слоттерен Мэй парень, приезжали и с Хенгелем Мюллер. То есть это та история, которая помогает нам развивать контакт и общение. Возвращаясь все-таки к концепции независимой фирмы и best friend approach. Коротко, основные тезисы. Это все-таки гибкий подход и возможность выбора лучшего партнера. Но поверьте, я, наверное, за свой опыт, делая сделок по английскому праву, работал, наверное, как минимум с 10 различными юридическими фирмами из Лондона. По разным причинам. В каком-то случае мне нужна была экспертиза в конкретной индустрии. Где-то мне вопрос совокупности опыта цены. Где-то это знание конкретного партнера, знание конкретного команды. Где-то предпочтение клиента. Тысяча причин почему. Допустим, мы, как независимая фирма, мы не... Нам без разницы, с кем работать. Иногда клиент сам говорит, с кем он хочет работать в той или иной стране. Мы готовы это делать. снижение риска конфликта интересов. Тоже очень важный момент. Мы считаем, что вопрос ценообразования в такой модели тоже имеет свои преимущества, и мы можем в конечном итоге предложить клиенту более, скажем так, конкурентную цену в отношении того же качества, и то и выше услуг. Мы все разные офисы, мы не делим общие расходы, у нас отдельные кост-центры и центры прибыли. Это все, что, скажем, в конечном итоге влияет на ценообразование. Я не знаю, насколько вы вообще были знакомы с таким подходом, но концепция Best Friends Approach для независимой юридической фирмы, а поверьте, все независимые фирмы в России, которые делают трансграничные проекты, это и мы, это и Фанасьев, и Пепеляев, они работают по той же модели, здесь мы ее не открыли. Это контакты и взаимодействия с независимыми различными юридическими фирмами. Ну вот это просто перечисление некоторых Best Friend All Root в различных юрисдикциях. И у нас остается не так много времени, там 10 минут, плюс, наверное, хотели бы коротко еще пройтись по вашим вопросам. Legal Tech, Саша, давай, может быть, коротко тебе, а я потом в конце добавлю, потому что я хотел, наверное, сказать, что в All Root как раз я отвечаю, я партнер, который отвечает не только за корпоративную практику, но еще я отвечаю за knowledge management нашей компании, за внедрение как раз различных софта, программ, за накопление знаний, ее развитие, подготовку форм, прецеденты и все остальное. Саша, ты вот был у Васи, ты в All Root. Как ты видишь, вообще, помогает или не помогает искусственный интеллект какие-то программы по сделкам МНД? Мне кажется, однозначно интересные решения предлагаются. Другой вопрос, что зачастую они очень дорогие и не так не оправдывают вложений, потому что отрасль новая и, как вы знаете, юридическая профессия сама по себе и юристы, как и клиенты многие, очень-очень консервативны в подходе при решении задач. Например, давайте, наверное, с самого начала, если мы смотрим прогресс начиная с 90-х годов, заканчивая текущим 2020 годом, то это очень-очень большой прогресс в развитии использования юристами новых технологий. К примеру, я не знаю, я уже точно это не застал, но мне рассказывали, что до появления в том же Microsoft Office функции, когда ты можешь сравнить документы, люди реально сидели и сравнивали строчка за строчкой каждый документ. И это было, и сейчас это ушло, потому что мы пользуемся фактически стандартными пакетами и можем покупать какие-то специальные софт-решения для этого. Дальше, я думаю, что есть на самом деле другие инструменты, которые мы можем и применяем на самом деле уже в нашей ежедневной работе. Это базы знаний, такие как Консультант Плюс, Гарант, всем вам известный. Это появляются конструкторы документов, появляются конструкторы документов, которые в целом, да, они могут использоваться для работы с какими-то стандартными шаблонными договорами, которые никуда не меняются, и порой ты просто тратишь больше времени на то, чтобы внести в них какие-то данные. Это используется, но, опять же, если мы говорим об МНД сделках, то, конечно, здесь, когда ты придумываешь новые решения совершенно, ты структурируешь сделку с самого начала, пока мы, ну, то есть пока, по крайней мере, интеллект и как бы структура вот этих конструкторов, она до этого не дошла, и пока нет, наверное, каких-то для этого предпосылок. внедряется также активно система электронного документа оборота, то есть мы больше, в принципе, почти не используем бумагу ни при пересылке, ни при закрытии сделок многих. Процесс, наверное, также хотелось бы рассказать тоже больше о каких-то мессенджерах, там сейчас, которые, в принципе, у каждого есть, это всегда, скажем так, в нашей, опять же, возвращаясь к тому, что юридическая профессия очень консервативна, и в том числе, да, мы работаем постоянно каждый день с многими конфиденциальными данными, да, которые очень, очень, да, чувствительны к попаданию третьим лицам, да, мы берем на себя соответствующиеся обязательства, как фирма, и это тоже очень важно, появляются некоторые защищенные решения, есть даже компании, да, которые приходят и проводят проверки, да, там со стороны клиентов, в том числе, очень больших, и мы вынуждены использовать это, мы вынуждены внедрять современные институты, защиты данных, в том числе, наверное, можно сказать о каких-то передовых решениях, я не знаю, я бы, наверное, рассказал про использование искусственного интеллекта в рамках юридической проверки, да, то, что, то, что в народе называют due diligence, то есть, фактически, я понимаю, может быть, кто-то из ребят еще этим не занимался, ну, задача, да, проанализировать огромный объем документов, которые предоставляются, ну, в зависимости от отделки, да, вот, вот, там, термина огромная, оно может варьироваться, да, и зачастую эти документы содержат, ну, какие-то типовые договоры, какие-то договоры, которые содержат абсолютно стандартные там, условия, да, и там, что происходит сейчас и что было до этого, что фактически юристы, да, самостоятельно анализировали это и на основании этого потом писали отчет о проведении юридической проверки, то есть, сейчас, в данный момент есть компании, в основном международные, в том числе в Полу Вайсе я это наблюдал, что внедряются решения, которые называются искусственный интеллект, да, и они фактически работают с огромной массивами данных, то есть, технически, как это выглядит, вы просто загружаете в систему определенные, ну, отсканированные копии документов, система их распознает, да, там, по, фактически, по буквам, и после этого проводит анализ, но для того, чтобы она его провела, опять же, вам нужна экспертиза, потому что искусственный интеллект, он работает исключительно, скажем так, так, как его научили, да, то есть, фактически, он работает только после того, когда живые люди, живые юристы, выделили там, условно, да, есть заверение об обстоятельствах, или там, есть статья о возмещении потерь, да, и мы сидим, например, да, вот, когда тренируем эту программу, тренируем искусственный интеллект, мы выделяем, например, определенный, да, там, определенную статью, какой-то кусочек текста, и выделяем, например, что эта статья относится к возмещению потерь. В будущем, да, вот наш искусственный интеллект, он будет определять уже без участия человека, там, безошибочно именно эту статью, но проблема в том, что русский язык, он очень сложный и, наверное, очень сложно имплементируемый, да, с точки зрения именно IT-решений, в этом плане, ну, это объясняется наличием особенностей русского языка, то есть самого богатого, самого, здесь в этом плане великого, да, и наличием там огромного количества разных окончаний и склонений и всего остального, поэтому здесь действительно мы пока только идем к этому, и, наверное, здесь у нас очень большое будущее. Да, единственное, просто завершая этот блок, я хотел сказать, что части knowledge management, да, это, наверное, одна из самых важных сейчас функций в любой юридической компании, которая думает о развитии, потому что тот объем знаний, которые мы накапливаем, тот объем прецедентов, шаблонов, форм, которые мы, скажем так, производим, работая над различными проектами, просто неимоверные. Вот представьте, 100 юристов каждый день что-то делают, это результат их работы. Вот вопрос накопления этих знаний, работы этих знаний, распределения и, скажем так, предоставления результатов этой работы для использования в других новых проектах другим юристам, это огромный, скажем так, объем повышения эффективности. IT-решения здесь сильно помогают. Мы у себя, допустим, в Allroot, мы сейчас запустили процесс внедрения конструктора договоров, мы провели исследование, провели исследование всех российских предложений, и там есть порядка трех-четырех международных программ. Это те программы, которые используют различные наши друзья-конкуренты. Мы выбрали для себя одно решение программное, что предполагает оно для нас. Оно предполагает, что у нас будет возможность примерно за час сделать сложный договор купли-продажи акций или долей бизнеса, ответив порядка на 100 вопросов. То есть у нас в конечном итоге этот договор будет с результатом 100 вопросов, на которые, если вы отвечаете, вы получите уже готовый под конкретную ситуацию с полной детализацией договор. Это займет примерно час, если человек понимает, что за вопросы и имел опыт сделать. Поверьте, если сделать такой договор с нуля, даже основывая на каком-то шаблоне, у всех есть свои шаблоны, формы, у вас это займет не менее дня. И то в лучшем случае вы что-то забудете, вы забудете какой-то вопрос, решение. Поэтому мы учим людей это делать, мы проводим обучение, тренинги, мы видим в этом большой импут. Это в части легалтех, ну и не только мы, это, поверьте, не мы одни, мы здесь, может, где-то, даже российский сейчас, я говорю, рынок юридических услуг, мы немножко отстаем в этом плане даже, безусловно, от международных рынков, но это специфика, все-таки мы не обладаем теми ресурсами, возможностями, да, это делать. Я предлагаю перейти к вопросам. Давайте начнем с простого. Что выбирает, какое разрешение споров выбирает по сделкам МНД в США, Саша? Ну, как вы знаете, право в США, да, оно, как бы так, разделено на штат, да, в каждом штате свое право, да, но в основном все самые крупные сделки делаются как раз по праву Делавера, специальный штат, где расположены штаб-квартиры всех крупнейших, скажем так, фирм, которые мы знаем, которыми мы пользуемся, вот, например, возможно, этот ноутбук был сделан этой фирмой, поэтому здесь действительно это, ну, в большинстве случаев МНД сделок, если это сделка по праву США, то это штат Делавер. И суды, государственные суды? Да. Государственные суды, штат Делавер. В том числе арбитраж, да, но в основном… В большинстве это госсуды. Там был также вопрос применительно к разрешению споров применительно к российским сделкам, а, знаете, чтобы быть политкорректным, идут очень жесткие сейчас дискуссии и вопрос в отношении тех арбитражных институтов в России, которые получили возможность рассматривать корпоративные споры, да, давайте я останусь при своем мнении, мое мнение простое, если есть возможность выбрать не российский арбитритейский арбитраж, если есть все-таки такая возможность, не всегда она есть, да, мы рекомендуем выбирать все-таки международный, по нашим сделкам, либо мы консервативно, мы идем в самый давно существующий арбитражный институт в России, мы хотим видеть, как будут новые институты рассматривать споры по тем или иным делам. Интересный вопрос был, который где-то его пропустил, что мы ничего не сказали про недостатки быть МНД-юристом, и был вопрос, какие ваши впечатления о самом позитивном, самом негативном моменте в вашей карьере МНД-юриста. Мне кажется, такой любопытный вопрос, то есть, самые положительные, положительные, позитивные эмоции и негативные эмоции. Давай, Антон, вспомни что-нибудь такое. Я надеюсь, что самое позитивное еще будет, а самых негативных удастся избежать. Это как бы шутка, но позитивно, здорово, классно всегда видеть, когда что-то получается, когда ты вместе с командой делаешь что-то полезное клиенту, наверное, видишь, что клиент это некий элемент признания, наверное, со стороны благодарности, поэтому такие моменты мы проживаем из раза в раз. Я могу пошутить, положительные моменты это звон бокалов на закрытие сделки. Всегда такой бальзам на душу МНД-юристов, это значит все, выдохнули, можно отдохнуть, выставить счета и, по крайней мере, в моменте немножко расслабиться. В части худшим воспоминаний, я не сказал бы, что худшим допустим я помню вместе даже с Сашей участвовал в этой сделке. Сама сделка была очень интересна, это была огромная сделка публичная, мы работали да, она публичная, мы представляли Мечил, продажа ее пакета в месторождении по добыче льга. Я помню, что подписание сделки длилось, вот мы пришли в переговорную условно в 9 утра, наверное, спустя сутки еще 10 часов сделка была подписана, то есть там нон-стоп работа, не выходя из этой переговорной, длилась порядка наверное 40 часов. Причем без сна, то есть я добавлю, это не, я еще более того сделаю вот этот опыт более негативным и скажу, что в момент, когда мы, я помню, где-то это было 4 или 3 часа уже ночи, сломалось окно и это была, я помню, такая ранняя-ранняя еще весна и было просто жутко холодно, это нужно было видеть, что все такие вот моменты действительно, они формируют, ну, какой-то, не знаю, опыт ваш, но кстати, с другой стороны позитивный момент, звон бокалов, подписание сделки, во-первых, звон бокалов, а во-вторых, я помню, мы с моим коллегой, да, мы на тот момент уехали домой, нас довезли, между прочим, нам предложили на машинах одного из главных бенефициаров, вот поэтому мы поехали, скажем так, с охраной домой после этого, поэтому всегда нужно мыслить позитивно здесь в этом плане, не зацикливаться на чем-то негативном. Окей, был вопрос по поводу переговоров, да, я считаю, это один из ключевых навыков, если вы хотите быть успешным консультантом, вообще, в принципе, в консалтинге, юридическом, и тем более в сделках МНД, потому что написать идеальный красивый договор, поверьте, здесь тоже нужно знание, опыт, но это не есть результат, не есть гарантия успеха, а вот согласовать тот договор, который будет реально удовлетворять интересам ваших клиентов, который будет защищать ровно те проблемы, риски, которые важны для клиента, на лучшем степени, вместе с тем сохраняя баланс каких-то интересов и позволяя сделке случиться, да, это, наверное, ну скажем так, и есть важное искусство, которое во многом зависит от консультанта по сделкам МНД, и поверьте, это специфика, наверное, даже больше, может быть, даже и российского рынка, очень часто клиенты ожидают, допустим, от меня, как партнера, я веду переговоры, отстаиваю все вопросы по сделке, не только юридические, поверьте, это вопросы и формирования цены, и расчета цены, структурирования сделки, да, они полагаются на наше мнение, на наш опыт, помочь им сделать сделку, да, вот я считаю, это одно из таких ключевых качеств в конечном итоге МНД юриста, твоя задача либо позволить сделке случиться на тех условиях, которые устраивает клиента, либо, скажем так, найдя проблемы, риски, не позволить взять клиенту проблему, риски и ответственность на себя, да, лояльность к клиенту, скажем так, duty of care в отношении клиента и, скажем так, очень важна в нашей профессии, в конечном итоге, я считаю, если вам доверяют, если вам доверяет ваш клиент, доверяет решать разные вопросы, да, это идеальная, идеальная сценария, к которому нужно стремиться вообще в юридическом консалтинге, в юридическом бизнесе, то есть быть не просто техническим консультантом юридическим, а быть таким бизнес-консультантом-советчиком. Можно я хрестоматийный вопрос задам, но я адресую его сразу же, наверное, партнерам, потому что им здесь виднее, да, чем отличается молодой юрист МНД, начавший карьеру в Ильф, от такого же юриста, начавшего карьеру в Рульф? Я просто уверен, этот вопрос волнует многих ребят, которые нас смотрят, и, ну, он всегда задается, даже в мое время он, по-моему, задавался, и мне кажется, ответ на него, он такой не совсем... Смотрите, я понял, это, Саша, вопрос. Я не готов отвечать за все Рульфы, я могу отвечать только за Алрут, ну и плюс я не могу говорить за Ильфы, потому что я там никогда не работал, да, поэтому я что-то просто знаю, но в отношении Алруда, что мы видим преимущества, когда молодые, мы ведем собеседование, мы делаем много стажировок, у нас есть свой тоже университет Алрут, то есть всю информацию вы можете получать следя там за сайтом Алрут и за соцсетями. Я вижу главное преимущество, что мы обеспечиваем более быстрый рост профессиональных сотрудников, потому что я считаю, что уровень задач, который у нас молодой специалист начинает выполнять, его влеченность в плане задач через год, два, три в команде, на мой взгляд, выше, чем на многих юридических фирмах глобальных. Я считаю, это первое. Ты быстрее профессионально развиваешься, ты получаешь более значимую роль на проекте, если мы берем горизонт, 3-4 года. Английский язык, там тоже, кстати, был вопрос про английский язык, но, знаете, без английского языка невозможно построить карьеру в консалтинге, работая по трансграничным сделкам. Притом, когда мы говорим про английский язык, это все-таки это advanced уровень. Мы не native speaker, но в части, поверьте, legal драфтинга на английском языке, которые, допустим, делают моя команда в Алруде, я, поверьте, уверен не настолько, что многие сообщества иностранных юридических фирм не так напишут документы, потому что здесь вопрос уже не языка, здесь вопрос понимания специфики опыта. что еще, отвечая на вопрос по развитию карьеры, вопрос контактов, стажировок, ну и безусловно, наверное, сейчас не про Алрут, а когда вы будете выбирать, куда вам дальше пойти, где работать, где продолжить свою карьеру, всегда старайтесь понять философию этой фирмы. Вот я считаю, это очень важно понимать, в каком коллективе вы будете работать, какие ценности проповедует этот коллектив, да, ну бизнес, юридическая фирма, если мы говорим сейчас про консалтинг, какие ценности, какие ожидания, какие перспективы вас ждут через 3, 5, 7 лет в этой компании, самое главное, будьте откровенны для себя, что вы хотите получить от этого. Вы хотите получить опыт, много работы, значит, выбирайте ту компанию, где вы будете загружены, где у вас будет много проектов, даже, ну если опыт для вас ценнее. Допустим, ну вот мы, даже вот сейчас там тоже был вопрос, как мы оцениваем рынок сделок МНД в ближайшее время, но безусловно он падает в России и глобальном варианте, но вопрос твоей позиции на рынке, вопрос твоих контактов, вот если взять даже ситуацию коронавируса и брать мою команду Алру, тут последние 3 месяца мы жутко загружены, очень загружены последние 3 месяца, даже в ситуации начала коронавируса, вот февраль, март, апрель, ну наша загрузка тоже была, ну я не скажу, она была 100%, но она была очень плотная, то сейчас она, скажем так, супер плотная, там люди много очень работают, поэтому будьте откровенны для себя, с собой, с вашим потенциальным работодателем, что вы хотите получить, что вы хотите взять от своей, от этой, скажем так, вашей карьеры. я думаю, наверное, время заканчивать, я надеюсь, что эти полтора часа, которые вы провели, скажем, виртуальные дискуссии с нами, будут вам полезны, помогут вам как-то сформировать свое мнение, что вы хотите дальше от своей карьеры, там, смогли мы вас в нашу веру, скажем так, обратить, веру МНД консультантов, или не смогли, честно, я такой цели не преследую, потому что может быть наоборот хорошо, если вы после этого лекции скажете, да нет, это, наверное, не для меня, я это не хочу, поверьте, и тем самым вы выберете то, что для вас лучше подходит и вам больше, скажем так, будет нравиться и достигнете больших успехов. Поэтому если у вас, мы вернемся отдельно через организаторов с призами, кто за лучшие вопросы, мы их еще внимательно посмотрим, потому что вопросов было много, безусловно, мы не могли ответить на все, наверное, я хотел бы поблагодарить своих коллег, Антона Джуплина, моего партнера, которым вместе мы уже давно работаем, и Сашу Пищева за подготовку и за проведение вот этой дискуссии, уже без 15.7, пятница, я не знаю, там еще, как я понимаю, ждет одна лекция, кто из вас будет участвовать, но тот, кто не собирается, выходные впереди, поэтому пожелаю вам всем хорошо отдохнуть в преддверии начала нового учебного года, который, как всегда, будет сложным, и успехов вашей карьеры. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok